Таинная книга Иоанна Учение спасителя и откровение таинств, и сокрытого в молчании, и того, о чем он научил Иоанна, своего ученика. Случилось же однажды, когда поднялся Иоанн, брат Якова, а не сыновья Зеведеева, он поднялся к храму, встретил его фарисеи, его имя Ариман, и сказал ему, где он, твой учитель, которому ты следовал? И я сказал ему, он ушел в место, из которого пришел. Сказал мне фарисей, соблазном соблазнил вас на зарей, и наполнил ваши уши ложью, и заключил ваши сердца. Он отвратил вас от преданий отцов ваших. Услышав это, я, Иоанн, повернул от храма вместо гористая и пустынная, и я очень печалился в сердце, говоря, как был назначен спаситель, и зачем он был послан в мир своим отцом, и кто его отец, пославший его, и каков тот Иоанн, в который мы уйдем. И он не научил нас о том, каков он. Точас как я подумал об этом. Вот небеса раскрылись, и осветилось все творение, которое под небом, и содрогнулся весь мир. Я испугался, и вот, я увидел в свете ребенка. Он предстал мне. Когда я увидел его, он стал как взрослый, и он преобразил свой образ, став как старец. Это не было множеством передо мной и было видом многообразным в свете. Образы являлись один из другого, и вид был тремя образами. Он сказал мне. Иоанн, Иоанн, почему ты сомневаешься и почему испуган? Разве ты чужд этому виду? То есть, не будь малодушен. Я, сущий с вами во всякое время. Я, отец, я, мась, я, сын, я, незапятнанный и нескверненный. Ныне я пришел научить тебя о том, что есть и что было, и чему надлежит быть, чтобы ты узнал о невидимом и видимом, и научить тебя о непоколебимом роде совершенного человека. Итак, теперь подними свое лицо и слушай, чтобы принять то, чему я научу тебя сегодня, и передать его своим братьям в духе, тем, кто из непоколебимого рода совершенного человека. И я просил, чтобы узнать. И он сказал мне. Единица, это единовластие, не отсуществующего над ним. Он существует как Бог и Отец всего. Незримый, пребывающий над всем, пребывающий в нетленности, пребывающий в чистом свете, в который не может смотреть никакой взгляд. Он – незримый дух. Не следует думать о нем, как о богах или что он таков, ибо он превосходит Бога. Нет ничего над ним, ибо ничто не господствует над ним. Он не пребывает ни в чем, меньшим его, и все пребывает в нем самом. Он вечен. Поэтому он не нуждается ни в чем, ведь он весь совершенен. Он не имеет ни в чем недостатка, чтобы восполнить его, но весь он постоянно совершенен в свете. Он беспределен, поскольку не было того, кто до него, чтобы положить ему предел. Непостижимый, поскольку не было никого до него, чтобы исследовать его. Неизмеримый, поскольку не было никого до него, чтобы измерить его. Незримый, поскольку никто не видел его. Вечный, существующий вечно. Неизреченный, поскольку никто не смог постичь его, чтобы рассказать о нем. Неименуемый, поскольку нет того, кто до него, чтобы дать ему имя Свет неизмеримый, непорочный, святой, чистый, неизреченный, совершенный в нетленности Несовершенство это ни блаженство, ни божественность, но намного лучше Ни телесный, ни бестелесный, ни великий, ни малый Невозможно сказать, сколько его и чему он подобен Никто не сможет понять его Он, не нечто из существующих, но намного лучше, не как избранный, но как принадлежащий себе самому Он не причастен векам, времени существует для него Ведь причастный веку, тот, кто уже приготовлен Он не был наделен временем, ибо он не получил ничего от другого Ведь полученные его берут взаймы Ведь он не нуждается, тот, кто до каждого, чтобы принять от него Ведь сей созерцает себя самого в своем свете Величие он обладает непорочностью и неизмеримой Вечность, дающая вечность, жизнь, дающая жизнь, блаженные, дающие блаженство, знания, дающие знания, благое, дающие благость Сострадание, дающие сострадание и избавление, милость, дающие милость, не потому, что обладает, но, потому, что дает Свет неизмеримый, непостижимый Как я буду говорить с тобой о нем? Его он нетленность, он спокоен и пребывает в молчании, покоясь существу и до всего Ведь он, глава всех ионов, и он дает им силу в своей благости Ведь мы не знаем, ни изреченного и не понимаем, ни измеримого, кроме явившегося из него То есть отца, ибо это он сказал нам самим Ведь он созерцает себя самого в своем свете, окружающем его, то есть в источнике воды живой И он содержит все они И во всех обликах он созерцает свой образ, видя его в источнике духа Он желает в своем свете водном, который в источнике воды света чистого, окружающего его И его мысль стала делом, и она открылась, явившаяся перед его лицом в сиянии его света Это первая сила, появившаяся до всех, явившаяся из его мысли, то есть проведения всего Ее свет светит подобно его свету Сила совершенная, то есть образ незримого, действенный дух совершенный, первая сила, слава Барбела, слава, совершенная в Анах, слава Откровения Она прославила действенный дух и благословила его Ибо благодаря нему она явилась Это первая мысль, его образ Она стала утробой всего, ибо она до них всех Мать и отец, первый человек, дух святой, третий муж, третья сила, третье имя Андрогинное, и вечный и он среди незримых, и первый вышедший Она, то есть Барбела, попросила у незримого детственного духа дать ей предвидение, и согласился дух Когда же он согласился, открылось предвидение, и оно предстало с проведением Оно из мысли незримого детственного духа, прославляя его и его совершенную силу Барбела, ибо она появилась благодаря ей И еще она попросила дать ей нетленность, и он согласился Когда он согласился, открылась нетленность, и она предстала с мыслью и предвидением Она прославила незримого и Барбела, благодаря которой они появились И попросила Барбела дать ей вечную жизнь, и согласился незримый дух И когда он согласился, открылась вечная жизнь, и они предстали Они прославили незримого духа и Барбела, благодаря которой они появились И еще она попросила дать ей истину, и согласился незримый дух И когда он согласился, открылась истина, и они предстали, они прославили незримого духа и Барбела, благодаря которой они появились Это Петерит Сеонов Отца, то есть первого человека, образа незримого духа Это Провидение, то есть Барбела, и мысль и предвидение, и нетленность, и жизнь вечная истина Это Петерица Ионов Андрогинных, то есть Десятирица Ионов, то есть Отец И он вгляделся в Барбела, непорочным светом, окружающим незримый дух, и своим сиянием, и она забеременела от него Она породила искру света, подобную свету блаженному, но не равную с его величием Это единственный сын матери и отца, явившийся, то есть Единородный, единственный сын отца, непорочный свет И возликовал незримый действенный дух над светом, появившимся, первым явившимся из первой силы, его провидения, то есть Барбела И он помазал его своей благостью, чтобы он стал совершенным, не нуждающимся ни в какой благости, поскольку он помазал его благостью незримого духа И он поставил его перед собой, изливая на него, тотчас же, приняв от Духа, он прославил Духа Святого и провидение совершенное, благодаря которому он открылся И он попросил дать ему сотрудника, то есть ум, и он согласился Радостно, когда же согласился незримый дух, открылся ум И он предстал со Христом, прославляя его и Барбела И все они появились в молчании меньше чем и мысли больше чем Меньше чем пожелал незримый дух Словом, сотворить дело Больше чем и его воля стала делом, и она открылась с умом и светом, прославляя его И слово последовало за волей, ибо словом создал все Христос, саморожденный Бог Вечная же жизнь с его волей, и ум с предвидением предстали Они прославили незримого духа и Барбела, ибо они появились благодаря ей И завершил дух святой саморожденного Бога, сына своего и Барбела, чтобы он предстал великому и незримому детственному духу Саморожденный Бог, Христос, которого он почтил громким глазом Меньше чем поскольку больше чем он явился благодаря провидению И поставил незримый детственный дух саморожденного Богом над всем И он починил ему всю власть и истину, пребывающую в нем Чтобы он знал все тот, кто назван именем, превосходящим всякое имя Ибо это имя произнесут достойные его Ибо из света, то есть Христа, и нетленности по дару духа меньше чем явились больше чем четыре светила из саморожденного Бога Он ждал, когда они предстанут ему Три же Воля, мысли, жизнь Четыре же силы Разум, милость, чувство, мудрость Милость же пребывает у первого эона Светила Армазила, то есть первого ангела И этот эон, с ним три других эона Милость, истина, образ Второе же светило Ареаил, который он поставил над вторым эоном И с ним три эона, то есть замысел, чувство, память Третье же светило Довейфе, который он поставил над третьим эоном И с ним три эона, то есть разум, любовь и идея Четвертый же меньше чем светило И лилим больше чем, который он поставил над четвертым эоном И с ним три эона, то есть совершенство, мир, премудрость София Это же четыре светила, предстоящие божественному саморожденному Двенадцать эонов, предстоящие сыну Великому саморожденному Христу по воле и дару незримого духа Двенадцать же эонов принадлежат сыну саморожденному И все установлено по воле духа святого саморожденным Из предвидений же ума совершенного откровением воли незримого духа и воли саморожденного, человек совершенный истинный Первое откровение и истина Тот, кого детственный дух назвал древним адамом И он поставил его над первым эоном с великим саморожденным Христом у первого светила армазила, и с ним пребывают его силы И дал ему незримой силу разумную неодолимую И он сказал, он прославил, и он благословил незримого духа, говоря Благодаря тебе все возникло, и все вернется к тебе Я же благословлю, я прославлю тебя и саморожденного с тремя ионами, отцом, матерью, сыном, силой совершенной И он поставил своего сына Сифа над вторым эоном У второго светила Араяйла В третий же эон было помещено семи Сифа Под третьим светилом Довейфа и помещены души святых В четвертом же Иоанне были помещены души не познавших полноты И они не покаялись сразу, но оставались некоторое время и затем покаялись Они останутся у четвертого светила Илилифа Это порождение, прославляющие незримый дух София же Эпиноя, будучи ионом, измыслила замысел в себе с помышлением незримого духа и предвидением Она пожелала явить подобие из себя безволи духа Он не благоволил, и без своего супруга, без его мысли Не согласился же Лик и ее мужественности и не нашла она согласного с ней Она решила безволи духа и знания согласного с ней, она выкинула Из-за неодолимой силы, которая в ней, ее помышление не было праздным И явилось из нее создание незавершенное и отличное от ее образа Ибо она создала его без своего супруга И оно не было подобно виду своей матери, будучи иного образа Когда же она увидела свое желание, оно стало образом изменчивым, змея с мордой льва Его глаза были как огонь молний сверкающих Она выбросила его прочь из тех мест, чтобы никто из бессмертных не увидел его Поскольку она создала его в невидении И она окружила его световым облаком И она поставила в середине облако престол, чтобы никто не увидел его Кроме духа святого, называемого Матерью Живых А она назвала его именем Ялдовов Это первый Архонт Он получил большую силу от своей матери Он удалился от нее Он ушел из мест, в которых был рожден Он захватил меньше чем другие места, больше чем Он сотворил себе другие эоны в пламени светлого огня, существующего ныне И он соединился со своим безумием, которое пребывает в нем Он породил власти для себя Первый, его имя Афох, его поколение называют Жнецом Второй, Арма, то есть Окогня Третий, Калила Умбри Четвертый, Иабил Пятый, Адонаю, называемый Саваофом Шестой, Каин, которого поколение человеческие называют Солнцем Седьмой, Авель Восьмой, Абресене Девятый, Иабил Десятый, Армупиаил Одиннадцатый, Милхой Радонейн Двенадцатый, Велиас Он над бездной Ада И он установил семерых царей Каждого над твердью неба, над семью небесами И пятерых над глубиной бездны, чтобы они царствовали И он наделил их своим огнем Но не послал им от силы света, полученной от его матери Ведь он тьма невидения Свет же, смешавшись с тьмой, заставил тьму светиться Тьма же, смешавшись со светом, помрачила свет и не стала ни светом, ни тьмой, но стала больной И у больного Архонта три имени Первое имя Ялдовов, второе, Сокла, третье, Самаэль И он нечестив в своем безумии, которое пребывает в нем Ведь он сказал Я Бог и нет другого Бога, кроме меня Не зная своей силы, место из которого он вышел И сотворил Архонт семь сил для них И силы сотворили для себя Каждое шесть ангелов, пока не стало триста шестьдесят пять ангелов Это же тело имен Первый, Афов, в облике овцы Второй, Элааю, в облике осла Третий, Астафай, в облике гиены Четвертый, Яа, в облике дракона семиглавого Пятый, Саваоф, в облике змея Шестой, Адонин, в облике обезьяны Седьмой, с обедя в облике огня светящего Это седмица недели Ялдовов же обладал множеством обликов Превосходя их всех так, чтобы носить облики перед ними всеми по своему желанию Пребывая среди серафимов, он наделил их своим огнем Поэтому он стал Господом над ними Благодаря силе славы, которой является для него свет его матери Поэтому он назвал себя самого Богом Он не был послушен месту, из которого он вышел И он смешал с властями, пребывающими у него Семь сил в своей мысли И когда он сказал, они появились И он дал имя каждой из сил Он начал с высших Первое — это благость у первого Афофа Второе — это провидение у второго Аллаая Третье — божественность у третьего Астрофая Четвертое — это господство у четвертого Иаа Пятое — это царственность у пятого Саваофа Шестая — это ревность у шестого Адонейна Седьмая — это премудрость у седьмого Сабатиона Они же обладают твердью согласно небу вечному Им даны имена согласно славе небесных для разрушения сил Имена, данные им их родоначальникам, становятся силой в них Имена же, данные им согласно славе небесных, являются для них разрушением и бессилием Так что есть у них два имени И все вещи, сотворив их образ, он установил по подобию ионов изначальных так, чтобы сотворить их по образу нетленных Не потому, что он видел нетленных, но сила, которая в нем, которую он получил от своей матери, породила в нем подобие установления Видя же творение, окружающее его, и множество ангелов, окружающих его, появившихся из него, он сказал им Я, я, бог ревнитель, и нет иного бога, кроме меня Произнеся же это, он указал ангелам, пребывающим с ним, что есть иной бог Ведь если бы не было иного, кому бы он ревновал И так начала носиться мать Она узнала об изъяне, когда оскудело сияние ее света И она омрачилась, поскольку не согласился с ней ее супруг Я же сказал, господи носиться это что? Он же рассмеялся, он сказал Не думай, что, как сказал Моисей, над водами Нет, но увидев зло, которое появилось, и захват, который совершил ее сын, она раскаялась И ей было дано забвение во тьме неведения Она начала стыдиться, она не осмелилась возвратиться, но двигалась туда и сюда Движение же это носится Надменный же получил силу от матери, ведь он был невежествен, думая, что нет иного, кроме его матери Видя множество ангелов, которых он сотворил, он превознесся над ними сердцем Мать же, узнав об одеянии тьмы, что оно несовершенно, поняла, что не согласился с ней ее супруг И раскаялась в обильных слезах И была услышана молитва ее покаяния, и принесла молитву за нее вся полнота незримого детственного духа И он презрел И когда презрел незримый дух, излил на нее святой дух от всей их полноты Ведь ее супруг не снизошел к ней, но он сошел к ней посредством полноты, чтобы исправить ее изъян И она не была вознесена в свой собственный ион Но на небо своего сына, чтобы пребывать в девятом небе пока не исправит своего изъяна И глаз вышел с неба, иона вышнего Есть человек и сын человека Услышал же первый архонт Ялдовов, думая, что этот глаз был от его матери И он не понял, откуда он вышел И научил их отец и мать святой и совершенной Проведение совершенное образ незримого То есть отец всего, тот, в ком все возникло Первый человек, ибо в образе мужа он явил свое подобие И задрожал весь ион первого архонта, и основания бездны сдвинулись И из вод, пребывающих над веществом, осветилась нижняя сторона явлением его образа, явившегося И когда посмотрели все власти и первый архонт, они увидели всю нижнюю часть освященной И в свете они увидели в воде отражение образа И он сказал властям, пребывающим у него Пойдем сотворим человека по образу Бога и по подобию нашему, чтобы его образ стал для нас светом И они сотворили силами друг друга, по знаком которые были даны им И каждая из властей дала признак в подобие образа, который они видели, в душу Они сотворили сущность в подражание первому человеку совершенному и сказали Назовем его Адамом, чтобы его имя стало для нас силой света И силы начали Первая благость сотворила душу костей Вторая провидение сотворила душу сухожилий Третья божественность сотворила душу плоти Четвертое господство сотворила душу костного мозга Пятая царственность сотворила душу крови Шестая ревность сотворила душу кожи Седьмая премудрость это душа волос И установила его множество ангелов Они получили от власти семь сущностей душевных Чтобы сотворить соответствие членов и соответствие частей и сочетание устройства каждого из членов Первый начал творить голову Этерофаопиаброн сотворил его голову Минингистроев сотворил головной мозг Астерихмин Правый глаз Фоспомохом Левый глаз Ироним Правое ухо Бисум Левое ухо Акиарим Нос Банинофрум Губы Аминь Зубы Ибекан Коренные зубы Басилиадиме Миндалины Ахо Язычок Адабан Шею Хааман Позвонки Диархат Гартань Сибор Правое плечо Левое плечо Мниохор Правый локоть Левый локоть Абитрион Правое предплечье Эванфин Левое предплечье Крис Правую руку Белуай Левую руку Тринеу Пальцы правой руки Балбил Пальцы левой руки Крима Ногти на руках Астропс Правую грудь Баров Левую грудь Баум Правую подмышку Арарим Левую подмышку Орехи Живот Фави Упох Синафим Брюшную полость Арахифопи Лебра справа Забеда Лебра слева Барияз Правый бок Фнуф Левый бок Абинлинархии Костный мозг Фнуми Ненорин Кости Дисолья Желудок Агромавма Сердца Бана Легкие Сострапал Печень Анисималар Селезенку Фапифра Внутренности Библа Очки Райорор Сухожилия Тафрея Стан Тела Ипус Побоба Вены Бенеборин Артерии А это имен Псифии Им Принадлежит Дыхание Во всех членах Инфолия Всю плоть Бедух Ягодицы Справа Арабий Член Слева Эйло Яички Сор Магинитали Ворма Ахлабар Правую Сторону Небриф Левую Сторону Серим Бедро Правой Ноги Осак Лас Бедро Левой Ноги Армав Правую Ногу Иминун Левую Ногу Кникс Правую Голень Тупила Левую Голень Ахил Правое Колено В ними Левое Колено Феуфрам Правую Ступню Багил Ее Пальцы Трахун Левую Ступню Фикна Ее Пальцы Миамай Ногти На Ногах Лабирниум И Тех Кто Превосходит Их Всех Семера Афу Фарма Скалила И Обил Сава Оф Каин Авель Действовавший же частично В членах В голове Де Лимодраза В шее Емиакс В правом плече Екуит В левом плече Уэртон В правой руке Удиди В левой Арбая В пальцах правой руки Лампна В пальцах правой руки Лейкофар В правой груди Барбар В левой груди И Маи В грудной клетке Писандрактис В правой подмышке Каади В левой подмышке Адиор В ребрах справа Асфиксис В ребрах слева Синакхута В животе Аруф В его чревеса Бала В правой части Хархарп В левой части Хфаон Во всех гениталиях Бафинов В правой ноге Хукс В левой ноге Харха В правой голени Араир В левой голени Таехва В правом колене Алла В левом колене Харанир В правой ступне Бастан В ее пальцах Архентехва В левой ступне Марефнунф В ее пальцах Абрана Имеющих силу Над ними Семера Михаил Уриил Асменедас Сафасатоил Армурьем Ихром Амиорбс И меньше чем Тот больше чем Кто над чувствами Архендекта И тот кто над восприятием Дефарбафас И тот кто над воображением Ума И тот кто над согласием Аахиаром И тот кто над всем желанием Риарамнаха Источник же демонов Который во всем теле Сводится к четырем Жару Холоду Влаге Сухости Мать же их всех Вещество И над жаром Господствует Флаксофа И над холодом Господствует Аророфас И над сухостью Господствует Эримаха И над влагой Господствует Афира Мать же их всех Стоит посреди их Анарофах Россей Беспредельная И она смешана С ними всеми И она поистине Вещество Ибо они питаются Ей Четыре начальника Демонов Эфимемфи Принадлежащие Наслаждению Иолка Принадлежащие Пухоти Нининтофни Принадлежащие Печали Блаомен Принадлежащие Страху Мать же их всех Эсфенсисух Эпипте И от четырех Демонов Появились Страсти И от печали Ревность Зависть Мучение Беспокойство Боль Бежалостность Тревога Скорб И остальное И от удовольствия Появилось Множество Зол И пустая Похвальба И подобное Им И от похоти Гнев И ярость Со злобой И влечением Больким Ненасытностью И подобное Им И от страха Сметения Раболепия Тоска Стыд Эти же все Подобны Полезным И вредным Мысль Их Истины Это Анара То есть Глава Вещественной Души Пребывающая Вместе Со Сфесис Ух Эпипте Таково Число Ангелов Всего Оно Составляет 365 Все Они Работали Над Ним Пока Часть За Частью Не Было Завершено Ими Душевное И Вещественное Тело Ведь Есть И Другие Над Остальными Страстями О Которых Я Не Сказал Тебе Если Ты Хочешь Знать О Них Это Записано В Книге Зара Астра Трудились Все Ангелы И Демоны Пока Не Изготовили Душевное Тело И Стало Все Их Изделие Праздным И Неподвижным На Долгое Время Мать Пожелав Забрать Силу Которую Она Отдала Первому Архонту Взмолилась К матери Отцу Всего Великомилостивому Он Послал Пять Светил По решению Святому В облике Ангелов Первого Архонта Они Дали Ему Совет Чтобы Забрать Силу Матери И Сказали Ему Подуй В Его Лицо Духом Твоим И Поднимется Его Тело И Он Подул В Его Лицо Своим Духом То И Силой Своей Матери Он Не Понял Ведь Он Пребывает В Невежестве И Вошла Сила Матери Изъял Духом Вдушев Вдушев Тело Изготовленное По Подобию Предвечного Оно Начало Двигаться И Стало Сильным И Засветилось Позавидовали Точи С Остальные Силы Ибо Оно Появилось Благодаря Им Всем И Они Отдали Свою Силу Человеку И Его Мудрость Усилилась Более Сотворивших Его И Более Первого Архонта Поняв Же Что Он Светил Поскольку Он Мудрее И Всех И Он Обнажен Зла Они Взяли Его Они Бросили Его В Нижнюю Часть Всего Вещества Блаженный Же Мать И Отец Благотворящий И Милосердный Сжалился Над Силой Матери Унесенной Первым Архонтом И Еще Что Они Одолеют Душевное И Чувственное Тело И Он Послал Духом Своим Благотворящим И Великомилостивым Помощника Адаму Мысль Светлую Она Из Него И Названа Зоей Жизнью И Она Служит Всему Творению Сострадая Ему Восстанавливая Его В Его Полноту И Наставляя Его О Его Нисхождении Всеми Наставляя Его О Пути Восхождение Пути По Которому Оно Взойдет И Мысль Света Сокрыта Водами Чтобы Архонты Не Поняли Но Она Станет Мысль И И Справлением Из Яна Матери Явился Человек Из-за Отблеска Света Пребывающего В нем И Его Мысль Вознеслась Над Сотворившими Его Согласившись Они Увидели Что Вознесена Его Мысль Они Составили Совет С Архонтством И Всем Ангельством Они Взяли Пламя И Землю И Воду Они Смешали Их Друг С Другом И С Четырьмя Ветрами Палящими И Они Соединили Их Вдруг Друга И Они Сотворили Великий Мятеж И Они Унесли Его В тень Смерти Чтобы Слепить Вновь Из Земли И Воды И Огня И Духа Вещественного То И Неведения Тьмы И Похоти И Подражательного Духа То И Могила Вновь Вылепленного Тела То Чем Облекли Человека Разбойники Узы Загвения И Он Стал Человеком Смертным Это Первый Вышедший И Первый Разделенный Мысль Жесвета Которая Была В нем Пробуждала Его Мысль И Унесли Его Архонты Они Поместили Его В раю И Сказали Ему Ешь То Есть В Спокойствии Ибо Их Наслаждение Горько И Их Красота Безаконна И Их Наслаждение Обман И Их Деревья Нечестия И Их Плод А Трава Неисцелимая И Их Обетование Смерть Древо Своей Жизни Которое Они Поставили Посреди Рая Я Наставлю Вас Каково Таинство Их Жизни То Ист Совет Который Они Держат Друг С Другом То Ист Подобие Их Духа То Чей Корень Горех И Его Ветви Смерть Его Тень Ненависть И Обман Пребывает В Его Листьях И Его Побег Помазание Лукаства И Его Плох Смерть И Похоть Его Семя И Растет Оно Во Тьме Вкушающие От Него Их Обитель Ад И Тьма Их Место Покоя Названные Жи Ими Древом Познание Добра И Зла То И Мыс И Света И Они Остались Перед Ним Чтобы Он Увидел Свою Полноту И Узнал Наготу Своего Стыда Я Жа Я Научил Их Вкусить И Я Сказал Спасителю Господи Разве Не Змей Научил Адама Вкусить Спаситель Рассмеялся Сказал Мне Змей Научил Их Вкусить От Зла Размножения Похоти И Стления Чтобы Он Стал Полезен Для Него И Он Узнал Что Он Не Послушен Ему Света Мысли Пребывающего В нем И Справившего Его В его Мысли Более Первого Архонта И Он Захотел Вынести Силу Данную Ему Им И Навел Забытье На Адама Я Сказал Спасителю Что Такое Забытье Он Жа Сказал Не Так Как Моисей Написал А Ты Слышал Ведь Он Сказал В Своей Первой Книге Что Он Усыпил Его Но В Его Чувствах И Ведь Он Сказал Через Пророка Я Тягощу И В Сердце Чтобы Они Не Обратились И Не Видели Из Шесть Десятая Тогда Мысль Света Скрылась В Нем И Пожелал Первый Архонт Вынести Ее Из Его Ребра Мысль Жа Света Не Уловима Преследуя Ее Тьма Не Уловила Ее И Он Вынес Часть Своей Силы Из Него Он Сотворил Другой Слепок В Образе Женщины По Подобию Мысли Явившейся Ему И Он Вынес Часть Которую Он Забрал Из Силы Человека В Слепок Женственные И Никак Сказал Моисей Его Ребро И Он Увидел Женщину Перед Собой Тотчас Же Явилась Мысль Светлая Раскрыв Покрывало Которое На Его Сердце И Он Отрезвился От Опьянения Тьмой И Он Познал Своё Подобие И Сказал Это Ныне Кость От Костей Моих И Плот От Плоти Моей Поэтому Человек Оставит Своего Отца И Свою Мать И Прилепится К Своей Жене И Станут Двое Плотью Единой Ибо Будет Послан Ему Супруг И Он Оставит Своего Отца И Свою Мать Наша же Сестра София Вошедшая В невинность Матерью Живых Проведением Самовластия Вышнего И Мыслью Явившаяся Ему И Благодаря Ею Они Вкусили Познание Совершенного Я Явил Себя В Облике Орла На Древе Познания То Есть Мысль От Проведения Света Чистого Чтобы Научить И Поднять И Из Глубины Сна Ибо Они Оба Были В Падении И Узнали Свою Наготу Пробуждая И И Мысль Когда Узнал Ялдовов Что Они Удалились От Него Он Проклял Свою Землю Он Нашел Жену Приготовляющую Себя Для Своего Мужа Он Был Ее Господином Не Зная Таинства Появившегося Из Святого Совета Они Ж Боялись Порицать Его И Он Показал Своим Ангелам Своё Неведение Пребывающее В И Он Выбросил Их Из Рая Он Облёк Их Чернотой Тьмы И Увидел Первый Архонт Деву Предстоящую Адаму И Что Явилась В Нее Пиной Светлая Живая И 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 Провидение Когда Узнала Жи Провидение Всего Оно Послало Неких И Они Восхитили Зою Из Евы И Осквернил Её Первый Архонт И Породил От неё Сыновей Двух Первого И Второго Эллахима И Яхвя Эллахим В облике Медведя А Яхве В облике Кота И Один Справедливый А Другой Несправедливый Яхве Он Поставил Над Огнём И Воздухом Эллахима Жо Он Поставил Над Водой И Землёй И Он Назвал И Именами Каин И Явель Ради Своего Коварства Даже До Сего Дня Осталось Саития От Первого Архонта И Он Посеял Пухоть Размножение В Принадлежащее Адаму И Он Возбудил С помощью Саития Порождение Подобий Тел И Он Наполнил И Своим Подражательным Духом Двух Жо Архонтов Он Поставил Над Началами Так Чтобы Они Начальствовали Над Могилой Когда Узнал Адам Подобие Своего Собственного Предвидения Он Человека Он Назвал Его Сифом Подобно По Рождению В Ваанах Также И Мать Нис Послала Свой Дух В Облике Подобным Ей И Отражающим Тех Кто В Полноте Чтобы Приготовить Обители Для Вечных Грядущих Вниз И Первый Архонт Напоил Их Водой Забвения Чтобы Они Не Узнали Откуда Они И Так Семя Пребывало Некоторое Время Помогая Чтобы Дух Когда Снизойдет Из Эонов Святых Восстановил Его И 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 Души Все Ли Они Будут Спасены В Непорочном Свете Он Ответил Сказал Мне Великие Вещи Поднялись В твоей Мысли И Ибо Трудно Открыть И 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 Будут Достойны Величии И Очиститься В этом мире От Всякого Зла И Забот Лукаства А Они Не Заботятся Ни О чем Кроме Одной Нетленности Заботись Они Из Этого Места Без Гнева И Зависти И Ревности И Похоти И Жадности Ко Всему И Они Не Уловлены Ничем Кроме Только Существование Плоти Которую Они Носят Ожидая Времени Когда И Встретят Восприемники И Так Они Достойны Нетленной Вечной Жизни И Призыва Выдерживая Все И Вынося Все Чтобы Завершить Состязание И Унаследовать Жизнь Вечную Я Сказал Ему Господи Души И Не Сделавшие Этих Дел На Которые Снизошла Сила С Духом Жизни Ослабеют Он Ответил Сказал Мне Если Дух Снизойдет На Них Они Будут Спасены В Любом Случае И Они Уйдут Ведь Сила Нисходит На Каждого Человека Ибо Без Нее Невозможно Никому Устоять После Того Как Они Рождаются Приходит Дух Жизни И Если Сила Пришла Она Укрепляет Эту Душу И Ничто Не Сможет Вести Ее В заблуждение В дела Лукаства Те Же На Кого Нисходит Подражательный Дух Увлечены Им И Они Соблазняются Я Же Сказал Господи Души Их Когда Выйдут Из Своей Плоти Куда Они Пойдут Он Же Рассмеялся Сказал Мне Душа В Которую Сила Войдет Более Подражательного Духа Она Сильна Она Избегает Лукаства И Благодаря Посещению Нетленному Спасена И Унесена В покой Вечный Я Сказал Господи А Те Кто Не Познал Кому Принадлежит Где Будут И Души И Он Сказал Мне В Них Умножился Подражательный Дух Когда Они Соблазнились И Он Давит На Душу И Увлекает Ее В Дела Лукаства И Бросает Ее В Забытье И После Того Как Она Выйдет Ее Предают Властям Появившимся Благодаря Архонту И Ее Связывают Узами Ее Бросают В Темницу И Они Кружатся С Ней Пока Она Не Очнется От Забытия И Не Получит Знания И Так Если Она Становится Совершенной Она Спасается Я Ж Сказал Господи И Как Уменьшается Душа И Возвращается В Естество Ее Матери Или В Человека Тогда Он Обрадовался Когда Я Воистину Ты Блажен Поскольку Ты Понял Душа Эта Вынуждена Следовать За Другой В Которой Есть Дух Жизни И Благодаря Ему Она Спасается И Так Ее Не Бросают В Другую Плоть И Я Сказал Ему Господи Те Кто Познал И Отвратился Куда Пойдут И Души Тогда Он Сказал Мне В Место В Которое Уйдут Вестники Нищеты Они Будут Приняты Место В Котором Нет Покаяния И Их Будут Охранять Для Дня В Который Будут Мучимы Хулившие Духа Они Будут Мучимы Мукой Вечной Я Ж Сказал Господи Но Откуда Пришел Подражательный Дух Тогда Он Сказал Мне Мать И Отец Великомилостивый Дух Святой Во всех Образах Милосердный И Сострадательный К нам То И Степенное Проное Светлое Он Пробудил Семя Рода Совершенного И Его Мысли Вечного Света Человека Когда Узнал Первый Архонт Что Они Превосходят Его В высоте И Мыслят Более Него Он Захотел Захватить Их Мысы Будучи Незнающим Что Они Превосходят Его В мысли И Он Не Сможет Захватить Их Он Советовался Со Своими Властями То Своими Силами Они Они Совершили Разврат С Премудростью Друг Друг И Породили Друг От Друг Горькую И Мармену То Есть Последнюю Из Оков Подражательных И Она Подобна Им И Во Они Подражают Друг Другу И Она Мучительна И Сильна Та С Которой Соединены Боги И Ангелы И Демоны И Все Поколения До Сего Дня Ибо От Этой Мармены Явились Все Заблуждения И Насилия И Хулы С Узами Забвения И Незнания И Все Заповеди Тяжкие С Грехами Тяжкими И Великими Ужасами И Этим Все Творение Было Ослеплено Чтобы Они Не Познали Бога Который Над Ними Всеми Из-за Уз Забвения Сокрыты И Грехи И Ибо Они Связаны Мерами И Временами И Сроками Она Господствует Над Всем И Он Пожалел Обо Всем Что Произошло Из-за Него Он Решил Низвести Потоп На Творении Людей Величие Ж Света Проведения Научила Ноя И Проведовал Всему Семени То И Сынам Человеческим И Они Не Послушались Его Чуждые Ему Не Как Моисей Сказал Что Они Скрылись В Ковчеге Но Они Скрылись В Неком Месте Не Только Ной Но Множество Других Людей Из Рода Непоколебимого Они Вошли В Некое Место Они Скрылись В Облаке Света И Он Познал Своё Самовластие И Была С Ним Принадлежащая Свету Освещая Его Поскольку Он Принёс Тьму На Всю Землю И Он Сотворил Совет Со Своими Силами Он Послал Своих Ангелов Дочерям Человеческим Чтобы Они Взяли Для Себя Из Них И Пробудили И Всеми Для И Удовольствия И Они Принесли Серебро И Золото И Дар И Медь И Железо И Метал И Всякий Род Всякого Виля И Они Увлекли Людей В Великие Заботы Тех Кто Последовал За Ними Соблазняя И Множеством Заблуждений Они Состарились Не Имея Спокойствия Они Умерли Не Найдя Истины И Они Не Узнали Бога Истины И Так Все Творение Было Порабощено От Сотворения Мира Доныне И Они Взяли Жон Они Породили От Тьмы Детей По Подобию И Духа И Они Заключили Свои Сердца Они Отяготили Себя Тяжестью Подражательного Духа Доныне И Вот Ныне Я Уйду В Совершенный Он Я Завершил Тебе Все Для Твоих Ушей И Я Рассказал Тебе Обо Всем Чтобы Ты Записал Это И Отдал Это Своим Братьям В Духе Тайна Ибо Это Таинство Рода Непоколебимого Я Же Совершенное Проведение Всего Я Преобразился В Семени Моем Ибо Я Пребываю Предвечно Ходя По Всем Путям Ведь Я Богатство Света Я Память Полноты И Я Вошел В Величие Тьмы И Я Терпел Пока Не Вошел В Середину Темницы И Основания Бездны Двинулись И Я Скрылся От Них Из-за Их Зла И Они Не Познали Меня Вновь Я Возвратился Во Второй Раз И Я Пошел Я Вышел Из Своего Света То Есть Я Память Проведения Я Вошел В Середину Тьмы И Во Внутренность Ада Разыскивая Своё Дымо Строительство И Основания Бездны Двинулись Чтобы Упасть На Пребывающих В Бездне И Погубить Их И Вновь Я Взошел К Своему Корню Светлому Чтобы Не Погубить И До Времени Еще И В Третий Раз Я Пошел То Есть Я Свет Пребывающий В Свете Я Память Провидение Чтобы Войти В Середину Тьмы И Во Внутренность Ада Я Наполнил Своё Лицо Светом Завершения Их Века И Я Вошел В Середину Темницы То Есть Темницы Тела И Я Сказал Слышащий Пробудись От Сна Тяжелого И Он Заплакал И Пролил Слезы Слезы Тяжелые Стер Он С С Себя И Сказал Кто Призывающий Моё Имя И Откуда Пришла Ко Мне Эта Надежда Когда Я Пребываю В Узах Темницы И Я Сказал Я Провидение Непорочного Света Я Мысль Девственного Духа Поднимающий Тебя Вместо Почетное Пробудись И Вспомни Что Ты Услышавший И Следуй За Своим Корнем То Есть За Мной Милосердным И Береги Демонов Бездны И Всех Кто Удерживает Тебя И Пробудись От Сна Тяжелого И От Ограждения Внутри Ада И Я Пробудил Его Я Запечатлел Его В Свете В Ады Питью Печатями Чтобы Смерть Не Имела Над Ним Сила От Ныне И Отдал Это Ему Спаситель Чтобы Он Записал Это И Положил В Надежном Месте И Он Сказал Ему Проклят Каждый Кто Отдаст Это За Плату Или За Пищу Или За Питье Или За Одежду Или За Иную Вещь Такого Рода И Это Он Передал Ему В Тайне И Точис Он Стал Невидим Пред Его Лицом И Он Пришел К Своим Соученикам Он Пересказал Им То Что Спаситель Рассказал Ему Иисус Христос Аминь Апокриф Апиана Рассказал Ему От Punkt Продолжение следует...